Мы видим как раз, скажем так, следствие, результат той политики, которую проводит Лукашенко, а именно регулирование цен. Когда ты ограничиваешь регулирование цен, ограничиваешь возможность зарабатывать бизнесу, государственному предприятию, неважно кому, то, естественно, ты должен ожидать, что количество убыточных предприятий будет увеличиваться, потому что при этом у тебя есть, ты выдаешь указания чиновникам, а чиновники пытаются на местах это реализовать, донести до руководств предприятий, чтобы повышали реальные заработки. То есть у нас происходит отрыв реальной зарплаты от производительности труда, и сдержки предприятия увеличиваются, но при этом предприятия не могут зарабатывать, они абсолютно ограничены в своих возможностях повышать торговые надбавки, и, соответственно, таким образом они рано или поздно придут к тому, что они станут убыточные. То есть им надо производить, и сдержки растут, но при этом они не могут увеличивать цены. И это, наверное, такое как бы закономерное следствие той политики, которую проводит Лукашенко сейчас. То есть еще раз зафиксируем, вот то решение, которое Лукашенко принял год назад, цены стоп, сегодня мы видим рост убыточных предприятий, и это прямое следствие. Да, и еще одно следствие, которое вот как раз таки, о котором стало известно на прошлой неделе, принят законопроект об оптимизации, так называемый, да, когда руководители предприятий имеют право увольнять тех сотрудников, кого они посчитают нужным, и оптимизировать их обязанности на, и перекладывать их обязанности на других сотрудников, при этом не обеспечивая других сотрудников двойной ставкой, а выдавая им какую-то минимальную премию. И это сейчас законопроект такой экспериментальный, то есть это будет касаться только там 26 организаций государственных, но в последующем велика вероятность, что этот опыт как раз таки перейдет на всю отрасль государственных предприятий. То есть они скажут, ну вот смотрите, мы реализовали этот законопроект очень успешно, вот все же работают, все же согласны, все у нас получается. Только вопрос в том, что сейчас это госучреждение, которое связано с образованием, с культурой, то есть они таким образом убивают двух зайцев. Первое, это сокращает фонд заработной платы, а второй момент, они убирают тех, кто не согласен, да, инакомыслящих, скажем так, тех, кто не согласен с политикой партии, и их можно вот как бы под эту дудочку всех уволить аккуратно и оптимизировать их обязанности и переложить их обязанности на других сотрудников. Но в последующем просто это можно сказать, что у нас все удачно получилось с этим законопроектом, и давайте мы так попробуем в сфере торговли, в промышленности или еще где-нибудь. Олеся, смотрите, а вот раз мы уже заговорили, да, об регулировании цен, год назад Лукашенко запретил, ну вот один человек просто в экономике запретил рост цен, наплевав на все, наверное, какие-то экономические законы, правила, регуляции. И сейчас в Беларуси, насколько опять-таки я знаю, довольно-таки низкая инфляция, да, ну вот популистское решение, которое вызывает у людей, ура, ну ура, да, ну в конце концов, да, Лукашенко сказал, чем это опасно, чем это опасно. Нет, я имею в виду взрыв, как называется, блин, я не экономист, я не знаю вот этих вот экономических слов, могу только на пальце. Ну сейчас, давайте помогу вам, Денис, да, у нас сейчас инфляционный навес. Вот, вот, вот. То есть сейчас у нас фактически инфляция по данным Белстата 3,6% в годовом выражении, но фактически она должна быть в районе 15%, то есть вот этот инфляционный навес 10 или более процентов, который как раз-таки не происходит рост из-за того, что цены остановлены, их запретили фактически изменять. И когда это законодательство перестанет действовать, да, его отменят, либо, как бы, будет происходить то, что уже происходит сокращение персонала, да, рабочих мест, сокращение ассортимента, рост количества убыточных предприятий, то есть такой понаклонный вниз пошла экономика, либо его придется отменять. И вот когда отменят это законодательство, вот этот инфляционный навес, он появится в моменте. Он не будет нарастать постепенно, как, например, у нас сокращалась инфляция постепенно в течение года. Он появится моментально, да. А если не отменят, а если не отменят, до каких пор может увеличиваться вот этот инфляционный навес? Очень сложно сказать, на практике он может увеличиваться хоть там до 50%, понимаете. Вопрос в том, что какие другие последствия нас ожидают. То есть, опять же, предприятия будут вынуждены закрываться, потому что у них не будет возможности ни развиваться, ни иметь оборотные средства, потому что все средства будут уходить на выплату издержек, а производить что-то новое не будет просто-напросто денег, и предприятиям придется брать еще больше кредитов. На сегодняшний день там более 40% выручки, например, торговых предприятий необходимо отдавать на кредиты, на выплату кредитов. То есть, это даже не 40% прибыли, а 40% выручки. Когда обычно в производстве, например, продуктов питания у нас издержки составляют в среднем 65-70%. То есть, там уже кредит, дебет с кредитом не сходится. И, конечно, вот эта вот закредитованность предприятий будет нарастать, убыточных предприятий будет количество увеличиваться, будут сокращать людей, и будет сокращаться ассортимент в магазинах. То есть, предприятия будут принимать решения, руководители на предприятиях, что им производить. Ну, это вы сейчас описываете на какой дистанции? Это год или десятилетие? Ну, плюс-минус, чтобы понимать. Ну, это может развиваться в течение, если вот будет продолжать действовать данное законодательство, в течение одного-трех лет это будет происходить. То есть, это не будет долгий процесс, это достаточно быстрый процесс, потому что уже сейчас очень сложная ситуация, например, если мы берем в ту же торговлю, да, там, в принципе, все очень плачевно с финансовой точки зрения. В этих организациях. И когда мы говорим про цены, естественно, мы в первую очередь задумываемся о том, что мы идем в магазины, покупаем продукты питания, либо какие-то товары первой необходимости, и это все торговля, это все сфера торговли. И, то есть, сейчас ассортимент, мы уже видим, что нету многих импортных товаров, и просто будет у нас сыр, там, двух видов, белорусский и белорусский. И то же самое будет касаться других товаров. Так, ассортимент будет сокращаться, да. Везут же, везут, как-то везут. Вот Тетерин Риттер Спорт даже возит. Ничего, я хотел... Алиса, я, конечно, хочу вас на вранье поймать сразу сходу. Ну, давайте. Ну, как обычно, как обычно. Все экономисты, которые находятся за пределами Беларуси, врут, это известно. И вот любой представитель компании Евроторг вам открыто и честно в глаза сказал бы, что по итогам девяти месяцев Евроопт нарастил чистую прибыль в 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть пока Виталюр, уже погибший, исками забрасывают, пока Буслик продает, пока Остров Чистоты тут банкротится. Евроопт, вместе с ним Евроторг компания, да, процветает, все хорошо у них, 63% чистой прибыли, увеличение на 63%. По сравнению с прошлым годом. Вот, пожалуйста, в чем секрет их успеха? Повезло? Ну, они своеобразные монополисты на рынке, особенно если говорить про регионы, да, тогда тут сложно говорить о всей отрасли, когда, скажем так, у нас есть отрасль торговли, у нас есть предприятия, которые пытаются выживать, и есть предприятия, которые имеют доступ, скажем так, к административному ресурсу, первое. Второе, у него есть возможность быть монополистом во многих регионах, потому что за счет своих объемов они поглощают маленькие магазины, ну и плюс количество, качество продукции, которая там продается, и зарплаты, которые они платят людям. То есть, если вы спросите любого сотрудника, кто работает на фирме Евроторг, он вам ответит, что он перерабатывает там неизвестное количество часов, но при этом получает там 800 рублей в месяц, и это до вычета налогов. И при этом еще нужно платить недостачу за те товары, которые были украдены или исчезли каким-то образом из магазинов. Поэтому они за счет того, что у них есть доступ к административному ресурсу, за то, что у них они работают на принципе вот этого кумовства, понебратства и каких-то связей с провластными структурами, они позволяют себе вести деятельность нечестно, недобросовестно и при этом как бы просто власти закрывают на это глаза. Есть крыша, есть крыша в самом высоком уровне. Дипломатично говорить, это кормушка силовиков. Мы очень хорошо выразились, да. Крыша на самом высоком уровне. То есть, получается, если вдруг что-то надо, пожалуйста, давайте, потому что это, еще раз, это кормушка силовиков. Можно так сказать? Ну, не силовиков, аппарата, государственного аппарата. Да. Ну, оно там все взаимосвязано. И аппарат, там и силовики. Хочу у наших зрителей спросить, если кто-то из вас работал или работает в Евроторге, в Евроопте, ну, напишите примерно там плюс-минус, сколько вы получали, сколько получаете, чтобы так понимать. А сегодня нам писали про то, что в Евроторге хорошая зарплата? Ну, вот нам написали в Евроторге хорошая зарплата. А мы не знаем, что такое хорошая зарплата, нужна какой-то цифра, нужна. У нас опрос есть, уже там почти 200 голосов, в письме, сегодня я цитировал письмо от зрителя, пришло нам, и он говорил, что зарплаты в Беларуси по большинству вакансий крутятся около 1000 рублей. И все эти сказки про 2600, это сказки. Вот, согласны ли вы с этим? 56 процентов, абсолютное большинство давляющее, считает, что да, все крутится вокруг 1000 рублей. 34 процента, это второе место. Какая тысяча? Меньше. И дальше там погрешность, 6 процентов считает, что в Беларуси кто хочет, тот зарабатывает, а 4 процента уверены, что все это вранье, и средняя зарплата под 2000, там 1939,8, ну, как официальная статистика. Вот, уборщица 800. Да, вот вам реальная статистика. 4 процента населения получает больше 2000 рублей, и в результате мы выводим среднюю зарплату, зарплату, да, полторы тысячи или 1900, как сейчас средняя зарплата по итогам октября месяца, да, получилось в целом. В мировой экономике есть такое понятие средняя зарплата, вот, например, таким понятием, медианная зарплата, средняя зарплата, где-нибудь, ну, не знаю, вот в Европе, в Азии, в США, в Африке еще оперируют? Конечно, да, но она различается по отраслям или по профессиям, то есть ее рассчитывают не так, что у нас средняя по стране вот такая-то зарплата. Не буду говорить, потому что точно не знаю по всем странам, да, как она регулируется, но, например, в Австрии, где я живу, у нас есть коллективные договоры, ниже, где указана зарплата, ниже которой твоя зарплата быть не может. И эта зарплата прописана практически для каждой отрасли в отдельности. И вот в статистических данных нет понятия средней зарплаты, в целом по стране есть средняя зарплата по отраслям, либо по профессиям. И вот она подается, но нигде не считается показатель средней зарплаты по стране, да, потому что, ну, это фактически, конечно, да, издевательство над людьми. Полторы тысячи евро, а кто-то восемь тысяч евро, условно. Давайте к нам вернемся в нашу действительность, нам пишут Доброном, например, в таком магазине есть, зав. отделом плюс четверть ставки грузчиком. Еще раз, зав. отделом плюс четверть ставки грузчиком. Не всегда выходит тысяча на руки. А уборщица 800, грузчик 1400. Да, грузчиком работает в Евроопте друг, пишет нам кто-то, зарплата 800 рублей. Значит, тут уборщица 800, грузчик 1400, грузчик 800. То есть, ну, так или иначе, понятно, что мы точных данных не можем привести, потому что это у меня не зрители, но так, конечно, все. На доставке люди получают на руки 800 рублей, работа с 8 до 18, это в Евроопте. Ну, вот. Ну, вот это чистая эксплуатация людей, рабский труд. Особенно, когда мы говорим про регионы, где нет возможности у людей выбрать работу, потому что частный бизнес задавили максимально, и повышением ставки налогов, и просто созданием тех условий, когда ты не можешь функционировать. И, соответственно, новые рабочие места со стороны частного сектора не создаются. И остаются вот такие частные компании типа Евроторга, да, и их дочерние компании, которые абсолютно монополизируют рынок и могут действовать, как им вздумается. И эксплуатировать людей, потому что они понимают, что другого выбора у людей в данном регионе нет. То есть, если мы говорим про какой-нибудь небольшой город, где население менее 100 тысяч человек, то там возможности людей действительно очень ограничены. Да, вот это очень интересная тема, потому что это, в общем, философия экономики Лукашенко. Это рабство, из которого невозможно выйти, лишь бы не было хуже. То есть, ты еще что-то можешь себе по гречке какой-то купить, и слава богу, потому что если завтра я пойду протестовать, то у меня и этого не будет. Ну, потому что, да, выходят протестовать-то люди свободные внутренне, свободные внешне, а для свободы все-таки нужна какая-то финансовая обеспеченность. И если ты получаешь вот в состоянии прожить только от зарплаты до зарплаты, тебе нет смысла, нет времени думать о каких-то протестах, что такое хорошо, что такое плохо. Работаю, пишет Джекстер, работаю 2100 без проблем, без переработок, два через два, обычный повар. 2100. Дальше Гринкевич и Гринкевич. Зарабатывала в Минске 2700 на руки. В Польше пока не могу аналогично заработать сумму. Так что не все тут так однозначно, как говорят у них. Ну, я бы тут делала различия между Минском и регионами, да, потому что Минск это не вся страна. Это кардинально отличается от того, что происходит в других регионах. Ну, то, что вот повар нам написал, да, столько он зарабатывает. Но это в частном ресторане в Минске? Конечно. В итальянском ресторане, либо же вы в заводской столовой. Однозначно не в заводской столовой. Вам не такой зарплатный. Правильно тут один из наших зрителей прокомментировал. Повар, ты ешь бесплатно. Конечно, он ест бесплатно. Ну, как бы это вообще шикарная профессия с этой точки зрения. Алиса, а вот такой момент. Проблемы предприятий торговли бьют по женскому населению. Магазины создают рабочие места в основном для женщин, да? Это вот, это факт? Предприятия торговли, это где-то 16% занятого населения в экономике. Это 675 тысяч человек. И из них 65% это женский персонал. И, конечно, когда мы, на сегодняшний день 70% предприятий торговли в Беларуси работают с рентабельностью от нуля до 5%, но в среднем это 1,3-1,5% рентабельность. То есть, что такое рентабельность в 1% или в 1,5%? Это фактически в конце года вы делаете переоценку активов и выходите с нуля благодаря тому, что вы там оценили какой-то свой магазин, недвижимость более дорого, чем у вас было это в прошлом году стоимость. Ну, условно, да? Это не значит, что у вас есть действительно какая-то там хотя бы минимальная прибыль. И при этом еще 26% убыточных предприятий. То есть, фактически у нас остается только 4% предприятий сферы торговли, которые работают... В серьезный плюс. Да, это даже не назовешь серьезным плюсом. Это просто состояние, когда ты можешь еще оставаться на плаву. Вот так, наверное, правильнее выразиться. И, конечно, а кто такие работники сферы торговли? Это наши покупатели, это население, это люди, которые идут туда же, в сферу торговли, и оставляют свои деньги в магазинах, покупая продукты питания и вещи первой необходимости. И когда мы говорим, что у нас там 65% работает женщин, то, конечно, это такой серьезный удар по женскому населению. Это серьезный удар по, наверное, вот этому ощущению первичной безопасности и стабильности. Если учитывая еще, что женщина, например, одна живет, либо она воспитывает ребенка одна, то, конечно, когда мы уничтожаем своими собственными руками сферу торговли, можно тут открыто говорить о том, что это прямой удар по женщинам в Беларуси. А вот эта история про увеличение налогов для ИП, для какие-то реестры, какие-то списки, опять-таки там существуют, вот это какая-то дикая озлобленность властей на индивидуальных предпринимателей, и действительно планируют как-то так вот прибрать, прижать все предпринимательство, индивидуальное предпринимательство, и как раньше шутили, последний предприниматель выключит свет. Пожать руку последнему предпринимателю, индивидуальному предпринимателю. Ну, такая политика власти ведется уже не первый год, и мы уже видели, за последних два года трижды изменялся налоговый кодекс, сейчас это четвертое изменение происходит. И они уже не знают, что придумать, но тут еще связано, наверное, именно в этом году, да, и в следующем году. Это связано не в первую очередь с тем, чтобы уничтожить бизнес, а в первую очередь с тем, что у нас огромный дефицит бюджета на следующий год. И как раз таки в планировании бюджета предусмотрено увеличение налоговых поступлений на 40%. Соответственно, у нас введен налог на богатство, у нас сейчас будет изменение для индивидуальных предпринимателей, то есть будет по всем фронтам, условно, да, будет повышение налогов. Это будет касаться не только индивидуальных предпринимателей, это будет касаться и среднего, и крупного бизнеса, для того, чтобы каким-то образом пытаться пополнить государственный бюджет, для того, чтобы залатать дыры. И при этом в бюджете у нас предусмотрено повышение налоговых поступлений на 40% и на 40% повышение поддержки национальной экономики. То есть это выдача безвозмездных субсидий предприятиям, это выдача дешевых кредитов и так далее, чтобы государственные предприятия оставались на плаву. То есть заберем у бизнеса, который в состоянии развиваться, и отдадим у будущих предприятий. Прекрасная схема, рубингудовство какое-то, наоборот. И вместе с тем, вот смотрите, согласно польскому законодательству, это где-то пару месяцев назад было принято этот закон, согласно польскому законодательству, иностранцы с картой поляка, иностранцы с картой поляка, белорусы в том числе, в течение четырех лет после переезда в Польшу освобождаются от уплаты налогов, полностью освобождаются от уплаты налогов, на доход в сумме до 85 тысяч злотых, это 20 тысяч долларов. То есть если ты полторы тысячи долларов получаешь в месяц, ты освобождаешься от уплаты налогов Польши на четыре года. Тут есть... Алиса, я могу на себя взять... Я понимаю, что там есть какие-то, наверное, подводные камни, и не все так просто, как кажется, но... Я эту историю изучал. Алиса просто у нас по Австрии может прокомментировать. А я историю изучал. А тут вот эта карта поляк... Я объясню нашим зрителям и всем, вот то, что ты так восхищен. Это хорошая история, но было это сделано, польским правительством было принято такое решение, когда Польша вступила в Евросоюз, был отток трудоспособного населения... Так что недавно, это из последних новостей. Вот послушай, уезжали люди в Германию, в Голландию, в Британию и так далее, так далее, так далее. Ну, были кое-какие вопросы. И поскольку... Это был 19-го или 18-го года закон, вот этот правительство? Нет-нет-нет. Да-да-да, это новость появилась недавно на зеркале. А закон это с 19-го года работает? С 1 января 22-го года. Закон прям такой? Да. Ну, наверное, с картами. Короче говоря, это было... Такое решение было принято, чтобы ребята возвращались, поляки возвращались, прежде всего. А зачем нужна карта поляка? Ну, потому что они же честные, они же не могут, что это, значит, это хорошие поляки, а это плохие поляки, те, кто с картами поляка. Так тоже не работает. Поэтому под шумок эту карту поляка туда и приписали. То есть ничего тут такого особенного нету. Это для экономики хорошо, когда трудоспособное, адекватное население возвращается. Да? Поэтому как бы тут все... Никто тут о тебе не думал. Или там о каком-то белорусском карте. Нет, я прекрасно понимаю, что государство прежде всего блюдет в свои интересы. Конечно, конечно. То есть если это хорошо для государства, значит, государство принимает тот или иной закон, а там уже смотрите сами население. Алиса, у меня вот... Сейчас мы уже будем подытоживать. Сейчас мы будем подытоживать. Меня поражает вот что. Давайте я попробую на пальцах разложить, что меня поражает, а вы меня словите, где я не прав. Вот нам написал письмо человек, который не может устроиться на работу. Не может потому... Ну, где-то... Может быть, административка какая-то не позволяет. Может быть, экстремизм какой-то был. Неважно, что-то где-то... Вот такое. Где-то уволили с волчьим билет. Бывает же такое? Бывает, конечно. Вот он не может устроиться на работу. Опять же, это раз. Следите за руками. Второе. Оптимизация. Вы сами о ней говорили, да? Это сокращение численности работников и перекладывание полномочий на кого-то там не с двойным окладом, а с какой-то минимальной надбавкой премий. Это два. Третий пункт во всей этой истории. Постоянные жалобы, что не хватает рабочих рук. То есть, еще раз, они не принимают на работу, они сокращают, причем сокращают и по политическим... Да, вот они чистят, там придет идеолог, так, ты, значит, у тебя глаза не так смотрят, все, вон, сволочем билетом. Они не принимают, они сокращают, и они ноют, что у них не хватает рабочих рук. Ах, Дудинский, проезжай, покайся и работай. Это... Объясните, пожалуйста, эту логику. Или где я ошибся, в чем я не прав? Ну, то есть, я называю это абсурдом. В чем я не прав? Это абсурдная ситуация, вы правы, но дело в том, что, первое, сокращают людей, потому что слишком сильно повышают фонд заработной платы и реальные зарплаты не в соответствии с производительностью труда. А не хватает рабочих рук, потому что люди не согласны идти работать за эти зарплаты. Даже если они и есть специалисты, то есть им проще выехать из страны и найти где-то за границей работу, где ты будешь зарабатывать, однозначно намного больше, да, может быть, и в два раза больше, чем предлагает Беларусь, а особенно если там говорить про какие-то не... скажем так, про ту же, там, я не знаю, специальность водителя, да, где в той же Больши ты можешь выехать и зарабатывать в три-четыре раза больше, чем ты можешь зарабатывать в Беларуси. То есть у нас, с одной стороны, они хотят удержать людей, при этом они не хотят иметь никакого критического мышления и инакомыслия среди работников, и при этом они хотят платить еще минимальную зарплату, потому что сейчас они осознают, что в тех условиях, которые они собственноручно создали, да, ограничение цен, привлечение санкций и так далее, то есть все действия совершались для того, что наша экономика не может функционировать в нормальных рыночных условиях, торговать с миром, да, с развитыми странами и так далее. И то есть мы сами ограничили, не мы, а власти ограничили сами белорусскую экономику, и при этом сейчас пытаются придумать, что бы такое сделать, чтобы у нас люди работали за копейки, при этом еще не думали и молчали, соглашались со всем, и вырабатывали норму за два их жила. Да, 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 все правильно. Я еще расскажу, вот почему вот эта вот ситуация происходит, которую описал Костя. Есть директор предприятия, да, ну вот он несколько лет уже работает директором этого предприятия. Как правило, начиная с 20-го года, кадровиком или заместителем на это предприятие, на любое предприятие, это на телевидении сейчас так происходит, на крупных предприятиях так происходит, ставят силовика, идеолога ставят, который прежде всего, его не интересует квалификация того или иного работника, его интересует прежде всего лояльность режима, режиму. И если директор, человек опытный, говорит, мне нужен этот, этот и этот работник, потому что они высокой, высочайшей квалификации, их пропускают по спискам там Следственного комитета, КГБ, ГУБОПика, оп, они где-то засветились, нет, они не пройдут сюда. Подождите, так нам нужны эти работники, без них предприятие станет. А кадровика вот этого его не интересует, он подотчетен только силовикам, людям в кабинетах там, КГБ, ГУБОП, все. Вот этот вот раздрай, который раздирает сейчас не только белорусские предприятия, но и всю экономику. Лояльность. Если ты лоялен власти, значит ты будешь, а, сидеть и в кресле, ты будешь и в эфирах, значит ты будешь и на предприятиях, и будешь, возможно, возможно даже получать неплохую зарплату. Ну, да, все так, что тут можно... В том числе, да. Про комитет. Вообще про зарплату я, как тоже маленькая ремарка, про зарплату, меня всегда умиляло, когда я разговариваю с людьми, и мне человек говорит, ну вот я там пошел, договорился, значит, ну, получается там две двести семьдесят пять, ну это там без вычетов, ну потом же вычеты, и это, я говорю, а как ты договариваешься в кабинете директора о зарплате? Ну, а мне называют мы это потом вычеты, налоги. Говорю, ты что-нибудь понимаешь в этих всех бухгалтерских делах, на вычетах, в налогах, что ты в этом понимаешь? Говорит, ну я тут это... А неужели нельзя с директором просто сказать, товарищ директор, хочу X. Как мне получить этот X? Ну, и директор, как обычно, начинает свое нытье, то не так, это не так, тут мы с тебя... Директор ссылается на методичку, где написано, сколько какой работник какого разряда должен получать. Все, он не может дать больше. Нет, это даже не важно, в любой стране это происходит. То есть вот я с женой сейчас тоже разговариваю, и она говорит, я вот столько-столько, так-то, так-то, потом вычитаю, я говорю, неужели ты не можешь просто пойти сказать? Ну, мне надо столько-то. Наплевать мне, как ваша бухгалтерия устроена, что я готов работать за вот эту сумму на руки. Все. Нетто, так называемое нетто. Хочу, чтобы... Ну, кстати, да, в Европе, когда вы видите, в любой европейской стране, когда вы видите объявление о вакансии, вы видите зарплату брутто и нетто, да? То есть вам не пропитывает, вот что у вас там зарплата, брутто, столько-то, потом вычеты налогов. Вы везде видите брутто и нетто. Нетто вы понимаете, что вы получаете на руки. А какие там выплаты будет делать бухгалтерия, вообще не ваше дело, да? Это ваше дело как раз-таки, да? Нет, там уже речь идет о налогах, о ЗУСах. Ну, это да, это наше дело, конечно. Да, но как бы человеку не нужно в это вникать, он сразу увидит, сколько он получит на руке нетто денег, да? В чистом виде. Вот именно об этом и речь, да. И как-то... А наши люди почему-то не привыкли договариваться? Да нет, на самом деле не только наши. Алиса, а вообще ручное вот это вот административное регулирование цен, это, ну, если глобально посмотреть, имеет право на жизнь в экономике? Либо же экономику нужно отпустить на волю экономики? Нет, конечно. Экономика сама себя регулирует. Никакого регулирования цен ручного не должно быть. В этом и смысл экономики в том, что она сама себя регулирует. У нас есть предложение, у нас есть спрос, у нас есть наличие денег, да, реальные доходы населения. И если производители будут устанавливать слишком высокие цены, которые не будут позволять людям при их нынешнем реальном заработке покупать эти товары, то производители просто уйдут в убыток, да, что они будут производить и не будут ничего продавать. И они будут вынуждены в любом случае снижать свои цены. То есть экономика сама себя регулирует. Ее не нужно регулировать искусственно. Просто проблема в Беларуси в том, что мы очень мало производим собственных товаров, действительно настоящих собственных товаров, которые не состоят из импортных комплектующих, да, и промежуточных импортных товаров. Это первая проблема. И вторая проблема, что мы очень зависимы сейчас от России, а Россия находится в стадии войны, и мы зависимы от российского рубля, от курса российского рубля. И то есть это очень много факторов, в которые мы, извините, залезли в эту задницу самостоятельно при помощи действующих властей, и теперь пытаемся оттуда как-то выгребсти. Но этого не получится, да, в нынешних условиях. Ну никак, ну уже столько сделано дел, и у нас только один путь в сторону Северной Кореи, и вот этого существования, когда ухудшается с каждым днем жизнь населения, да, и благополучия населения. А уже то, что происходит там у властей, они как-то существуют, содержат свой госаппарат, содержат силовиков, но жизни людей, к сожалению, никого не интересует. Да, вы сейчас страшную картину нарисовали, мы зависим от России. Россия зависит от, ну давайте смотреть справдив в глаза, либо от арабского мира, либо от востока, но это прежде всего Китай, разумеется. То есть такое вот вассальство и подвассальство уже, я не знаю, есть ли какой-то термин для этого. То есть мы, капец, Беларусь зависимая от зависимых. Вот что получается. Я хочу резюмировать всю эту историю. Знаете, мы же уже не первый год в эфире, и, Алиса, вы не первый экономист, с которым мы общаемся. Еще год назад, вот у Чалова я спрашивал, мы все, вот все там не так, это не это, кто плохо, а это, а все равно жизнь продолжается, и люди живут, и нормально живут, в общем, нормально. Ну, что-то там от автозапчастей каких-то фирменных отказался, ничего страшного. Покупал, значит, такой сыр, ну, боже мой, не убудет. А Дональдс ушел и правильно? Нет, дело не вправильное, ну, жалко, обидно, ну, и хрен с ним, что у меня там поменялось-то? Ну, так вот я вот при... То есть, как-то оно все идет, идет, идет и идет. Ну, и по себе идет, что мы... Зачем мы вообще нужны? Зачем нам нужны экономисты, журналисты, которые об этом говорят? Ну, идет и идет, людям живется нормально, что нет-то? Что не так, что не работает в этой системе? Потому что, как бы, мне кажется, все нормально. Оно все работает, да, оно все так и идет. Но у многих людей нету просто выбора, кроме того, как мириться с нынешней ситуацией. А для чего нужны мы, экономисты, для того, чтобы как раз-таки поддерживать, ну, хотя бы какой-то минимальный уровень критического мышления у белорусского населения? Здравый смысл. Здравый смысл, да. Говорить, говорить, еще раз говорить о том, как может быть. И, конечно же, в конце концов, ситуация рано или поздно все равно изменится. И в Беларуси, и в России. И как раз-таки мы, экономисты, которые имеют опыт работы с европейскими странами, с развитыми странами, как раз могут помочь восстановить экономику Беларуси. Сделать это максимально быстро, максимально безболезненно для населения страны. И это важно не... Это возможно, конечно. Возможно безболезненно для населения? Нет, это не максимально безболезненно, я имею в виду, чтобы это не было шоковой терапией, понимаете, такой кардинальной, когда нам придется уволить там 70% занятого населения, потому что нам придется закрыть все эти убыточные предприятия, которые не способны больше существовать. Нет, нужно продумывать какие-то механизмы, которые позволят переобучать людей, и перетрудоустраивать, переквалифицировать, и как-то восстанавливать, либо модернизировать, либо менять направление этих предприятий. То есть тут много механизмов, о которых нужно думать уже сейчас, о которых нужно говорить уже сейчас, и создавать и оставаться в контакте с европейскими специалистами, с европейскими политическими акторами. То есть это все важно здесь и сейчас, и не важно, что эта необходимость и применение этих действий, механизмов будет позволено сделать, либо необходимо там по истечению 5 лет или 7 лет на территории Беларуси. Но это произойдет все равно. Лиса, вы же как экономист, вы же оптимист еще, да? Правильно я говорю? Вот когда все вот это вот... Реалист. Реалист, когда вот это вот все в Беларуси закончится, и вот эти умные, прекрасные экономисты, журналисты, политики вернутся в Беларусь, я думаю, за пару лет, ну если не Швейцария, если не Швейцария, ну скажем так, этап через Грецию и Португалию, мы придем где-нибудь к скандинавскому, мартовскому социализму, вот и будет у нас все хорошо, и уровень счастья. Правда? Скажите. Да, скажите да, это не вопрос. Не через пару лет, давайте так. Так, я с вами согласна, что это наступит по истечению пяти лет. Ура! Я хотел бы, все-таки, это радостно, это самое, но я хотел бы немножко, буквально два слова, завершая уже разговор, сказать о моем личном свинстве. Вот, Алиса, вы сказали про то, что придется переквалифицировать людей, переучивать, да, работников, это большая такая, явление очень масштабное, сложное, действительно серьезное для экономики. И ведь в 2020 году, вспомните, что было в программе Виктора Дмитриевича Бабарик, которого так и не зарегистрировали, когда в президент, это был один из главных пунктов переквалификации, переквалификации в работе, и почему так народ к нему, да, потому что народ-то понимал, что что-то, пчелы подозревали уже, что что-то не то. И он, а он просто сформулировал их, эти беды, сформулировал и сформулировал решение вопроса. И в общем, людям понравилось. Вот, и вчера ему исполнилось 60 лет, а мы с тобой ни слова об этом не сказали. Я говорю, что свинство наше. Вот, Виктор Дмитриевич Бабарик с днем рождения, четвертый, по-моему, год уже он встречает за решеткой. С мая, с мая 2020 года. Нет, не с мая, в июне его взяли, в мае Тихановского взяли. Вот, поэтому, если кто-то вдруг каким-нибудь образом, как-то, Виктор Дмитриевич, нас смотрит 2600 человек, и я убежден, что абсолютное большинство здесь, кто нас смотрит, они присоединяются к моим словам. Поскорее вам выйти и реализовать все задуманное. Вот, чего я желаю больше всего. И здоровья, конечно. Все. Алиса, спасибо вам. Спасибо. Спасибо прекрасного у меня. Да, и вам тоже. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!